всем привет ребят ну что у нас сегодня будет с вами обзорчик нового довольно таки нового таланта он вышел две обновы назад если я не ошибаюсь ну у нас стараются каждую обнову пилить новые талантом либо еще что то чтобы нам скучно не было в общем сегодня будет у нас обзор я вам говорил по порядку буду все эти подашка проклятый доспех здесь виктор морг называется он обалденный талант очень многим героем он подходит самое основное что он делает он уменьшает отражаемый полученный урон то есть большинстве случаев вы знаете что если у вас очень крутой дамагер он сливается на отражалки и последнее время очень многие ставили отражалки я всегда был скажем так любителям напихать либо ракушек там либо охненки и герои которые нападали получали отражалку то есть по сути охненка офигенная огненка на максималке дает там по моему сколько сейчас мы посмотрим перекинемся 50 45 этом на максималке уже даже не помню 50 то есть на девятом уровне 50 дает отражалки то есть 50 процентов урона по сути и герой получает обратно если у него нету защиты он сливается там допустим такие герои как фрэй огнек и турник на атланте сливался с этим талантиком герои вообще не сливаются об отражалку то есть они получают ограниченный на плюс также увеличивается урон как видите увеличивается атака на сто десять процентов и отражаемый урон до 7000 то есть такой талантик встроенный есть на буги менее это там один из первых героев которые реально не доход от отражалок ну там конечно есть фрэй тот же самый угник у фрэй наверное получше пример потому что фрэй я имеют всегда отражение аукник не всегда только когда он в стане своем форме вот поэтому как бы скажем тогда дамага немного он добавляет но для топовых дамагеров таких давайте я сейчас вам покажу героев кому можно ставить конечно идеальный вариант ставить эмблемой почему эмблемой потому что вы можете выбрать талантом оживу например либо ремку поставить чтобы сразу герой включался плюс другие потом подобрать под нужной локации эмблемы тут конечно если вы поставите то в лучшем случае надо ставить ремку как бы потому что герой у вас просто не зарядится сразу так окей поехали поехали сюда я сразу вам так покажу кому можно ставить любому дамагеру можно ставить но в первую очередь например если вы на подземках там вот для подземок очень неплохо заходит именно эмблемы то есть эта шапка будет давайте так будет идти по порядку то есть я не беру там обычные героя в котором просто вы потратите зря талантик так шапка вот леди льева тоже кстати довольно таки часто сливается и тоже можно ставить на по локации отличнейший вариант но есть другие варианты сборок но ее тоже мы возьмем минотавр многие бегали на битве гильдии сливались точно так же и в рейдах кто бегал минусом и ставил авто кликера автобота ну то есть можно выставить это неисторно например но все это очень комбинация клавиш при выпуске то есть при перезаходе можно зациклить и свободно фармить раньше так фармили сейчас конечно все по-другому но очень много было проблем когда на героях была отражалка я сам даже ставил отражалку и очень часто ловил те кто на автокликере просто фармил там золото ману вот то есть можно прокачивать таких рук короче не буду вам это все рассказывать сама суть что минотавр тоже убивается героев у которых есть отражалка ему эмблемой подходит очень неплохо кстати урона ему в любом случае хватит если вы прокачаете будет вообще люкс дальше дрейк ну он имеет деф пониженной но его как вариант он более такой знаете он массово атакует ну можно оставить но я бы его сюда не выбрал скажем так в первую очередь ведьма то же самое она в основном используется сейчас на архи демонах но если вы используете в полу по можете поставить римку плюс эмблемы как вариант арау многие тоже бегают и сливается он многие ставят отражалки ара не блокирует но я не думаю что хотя без доната думаю многие еще используют пишите в комментах то какие героев использует именно с этим талантиком бы люди больше смотрели однозначно можно ставить и нужно ставить вольду вот один из героев который наносит массовый урон у героям по юнитам по героям но на пвп локации лучше всего ставить римку ставите ему плюс подашку эмблемой и ваш огник просто будет тащить и очень круто тащите у меня один такой один такой на разных ну как бы вот у меня римочный плюс подашка я не знаю там сейчас на нем стоит не стоит даже ради интереса просто забежим перекинемся посмотрим вот видите проклятый доспех то есть ему однозначно надо ставить это будет многие спрашивают что ставить вот то что ставить вот то вот ставьте либо римку либо это либо наоборот и будет вам счастье малыш ник смысла не вижу череп тоже смысла не вижу я вам покажу таких самых ходовых кому она подходит на сегодня вот у меня вот она даже тоже стоит точно так же как и леди леона по локации вообще отличнейший вариант особенно на лабиринт деду можно как вариант поставить если будете где-то если вы его вообще используете можно поставить сердце едки ну она тоже очень много дамага наносит ну смотри какая сборка ронин такой вариант тоже есть если у вас ронин с прокачанным скином можно ему ставить если вы будете его использовать на битве гильдий у вас там ну скажем так стоит допустим берем ожог ну я думаю лучше всего просто слить ронина и ну можно поставить слить ронина и просто сделать его с первым скилом да у вас проблем никаких не будет на битве гильдий одержимый так давайте так стрелку смысла не вижу как бы это не его одержимый как вариант тоже довольно таки неплохо некрос тоже сливается на отражалках тоже неплохо для рено рено отхил такое себе скажем так смысла не вижу выражает тоже смысла нет многие ставят вот тоже неплохо заходит на фрэнки фрэнки тоже очень дамага много наносит и зачастую он если вы особенно его включаете с фактом он будет у вас очень сливаться на отражалках даже без факта будет сливаться ему тоже можно поставить эмблема я тоже показывал такой обзор можете посмотреть неплохо бигфут точно так же как и рено бессмысленно варлок как вариант если его еще кто-то использует на битве гильдий хотя такие думаю единицы уже потому что есть намного больше универсальных героев как вариант отлично заходит афинка однозначно да вот такая вот сборка ставите точно так же как и вольта она наносит очень много урона героям 25 выстрелов соответственно с каждого отражалка идет если взять 50 процентов то она себя просто убивает за доли секунды поэтому ей однозначно стоит ставить либо эмблема либо ну лучше конечно эмблемы поставить то есть такой вариант сед на папашка тоже как вариант пава пашный герой и вот если брать леди левом иду за его однозначно дан кухнику смысла нету махатме многие пробовали ставить но скажу что бессмысленно рогатки как вариант в принципе но он тоже такое знаете универсальные можно и не ставить бугиман однозначно нет лазули однозначно нет роза в принципе тоже наносит можно как вариант поставить эмблемы косма тоже как вариант если вы где-то бегаете на полу по локации там где много отражалок у меня тоже такой же есть космос ставите не прогадаете а ну без такое себе фрей бессмысленно еще вариант есть вот у меня на десяточки это землерой консора тоже смысла нет землеройки можно поставить и командоре можно поставить точно так же можно поставить свален это такие герои которые уже не особо будут актуальны вот то есть такой вот топ героев сама суть я вам сейчас покажу на примере вольта давайте так вместо лазули поставим бортика я надеюсь где-то кого-то встретим сейчас без юнитов поможет и не встретим отражалок реально очень много многие ставят победные выпады там 15 процентов отражает многие ставят огненку так как она получше чем каменка например ну что-то среднее между каменка лесу знаю ли мы сейчас включимся вот видели да там была отражалочка 9000 то есть мы ударили по герою у которого было было отражалка вот видите у меня 9000 лимитированные давайте попробуем еще кого-то найти то есть он в таком случае не будет получать вот хранитель есть да вот я не знаю включимся вот видите 9 9000 он послевал героя ему пофиг сейчас вот хрон зарядится вот опять хрон включенный смотрите 9000 у нас обратка как с удара так и скилла вот за счет этого скажем так он и вытаскивает ну конечно видеть он не мега там такой дамагер ну 5 этого тоже хватает космос ли выражая слил а так бы он слился на хранители за раз-два в принципе что и вы все и знаете то есть однозначно для вольта для афины которые имеют дофига урона можно ставить этот талант ну и для остальных всех если у вас нету вариантов можете ставить любому дамаги это тоже будет неплохо но лучше всего ставить им племать все пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков смотрите плейлист таланты перезагрузка там будет более актуальная информация талантика все всем удачи всем пока